И сегодня у нас в гостях Дмитрий Анатольевич Мещук, замглавы администрации города Ахтубинска по стратегическому развитию и инвестиционной политике. Добрый день. Мы запустили сбор предложений с 27 января по 7 февраля. Каждый житель может оставить свое пожелание о том, какую из общественных территорий мы будем благоустраивать в 2022 году. Ссылка на онлайн-анкету есть на сайте администрации города. Кроме этого, можно оставить свои пожелания на бумажных носителях. У нас есть урны, мы разместили их в администрации города Ахтубинского администрации Ахтубинского района и в Доме культуры учеников. Уже промежуточные какие-то итоги мы видим в заполнении онлайн-анкет. Спасибо всем, что активно подключились к этому процессу. Уже достаточное количество предложений поступило. Мы затем саккумулируем все эти предложения, сформируем тот пул территорий, которые наберут наибольшее количество голосов, вынесем это на обсуждение общественной комиссии. И затем, конечным итогом этого мероприятия станет, опять же, голосование 19 февраля уже среди тех территорий, которые будут в приоритете по итогам предложений. По завершению голосования будет заседание также общественной комиссии. Когда и где это будет? Это будет проводиться мероприятие в администрации города. Я думаю, что мы еще подробно об этом скажем дополнительно. Да, действительно, каждый желающий может прийти поучаствовать, высказать свое мнение на данном обсуждении. Итак, вчера в городской администрации состоялось награждение победителей городского смотра конкурса на лучшее новогоднее оформление зданий. Расскажите, пожалуйста, как это проходило, кому доставился награды. Да, действительно, мы запустили с 25 декабря по 25 января 2021 года городской смотра конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов и территорий. Конкурс был направлен на максимальное вовлечение жителей нашего города, организаций, учреждений и представителей малого бизнеса на создание позитивной новогодней атмосферы. Мы учредили 4 номинации. Это лучшее новогоднее оформление окон, балконов, подъездов в многоквартирных домах. Лучшее новогоднее оформление территорий частных домовладений. Лучшее новогоднее оформление зданий, магазинов, торговых точек, салонов красоты. И лучшее новогоднее оформление точек общественного питания. По итогам проведения конкурса на комиссии мы выбрали победителей по номинациям. Мы пригласили их в администрацию, но, к сожалению, не все смогли прийти. Но, тем не менее, всем большое спасибо. Мы высказали свои слова благодарности. Но здесь я хотел бы обратиться еще раз к нашим жителям, что конкурс нашел отклик. Мы это видим в комментариях, в наших аккаунтах, в нашей администрации, в соцсетях. Чтобы они в следующем году как можно более активно принимали в этом части. Потому что мы наблюдали по городу очень много красиво оформленных фасадов, зданий, и окна, и частных домовладений. Но жители в силу определенных каких-то причин не заявились на этот конкурс. Но, тем не менее, я думаю, что мы нашли определенный отклик в сердцах наших жителей. И надеемся, что следующий конкурс станет еще более массовым. И город еще более превразится у нас к Новому году. А конкретно какие-то там, может быть, интересные моменты? Что именно там украшено было? Можете рассказать? Да, хочу заметить, у нас есть... Мы не выносили в отдельную категорию, но очень отметили резвых. Людмила Сергеевна, очень активная жительница. Они оформили подъезд в жилом доме по улице Бучевом Жесе. На самом деле, очень-очень красиво. И даже приходят жители соседних, подъезды соседнего, посмотреть, как это было все украшено. Вот, мне кажется, это один из примеров того, как нужно подходить к делу, за что и отдельное спасибо. К сожалению, не все заявились на участие в конкурсе, но спасибо мы говорим всем. Спасибо вам большое за информацию. А мы идем далее. Субтитры сделал DimaTorzok